Белки, жиры и углеводы – основные питательные вещества, которые необходимы каждому организму. Их соотношение нужно учитывать при планировании своего рациона, потому как пища, которую мы употребляем, должна быть не только вкусной, но и полезной. Правда, это вовсе не означает, что нужно есть только стебель сельдерея в день. Для каждого человека еда имеет особый индивидуальный смысл. Для кого-то самым вкусным и полезным будет салат из свежих овощей. Другие этому блюду предпочтут съесть сладкую булочку на ходу. Единственное, верного ответа нет, но, как говорится, о вкусах не спорят, ими наслаждаются. Соблюдая простые требования и ставя на чашу весов, с одной стороны пользу, с другой – гастрономическое удовольствие, мы создаем благоприятные условия не только для сохранения идеальных параметров фигуры, но и общего здоровья. Для обеспечения жизнедеятельности нашего организма мы должны с продуктами питания употреблять около 70 различных компонентов питания. Это витамины, минералы, клетчатка, жирные кислоты, биофлавоноиды и другие биологические активные соединения. Ученые подсчитали, что для того, чтобы мы это получили, мы должны употреблять около 100 видов растительной продукции. То есть это крупы, овощи, фрукты, ягоды, зелень и так далее. Во всяком случае, мы должны стремиться к максимальному разнообразию своего рациона. В период лета, когда дыры природы радуют жителей областного центра своим богатством и разнообразием, рацион должен состоять на 80% из полезных ягод и фруктов, советуют специалисты. Узнать, придерживаются ли этого правила те, кто любит вкусно покушать и знают лишь, что такое полезная пища, люди отвечали. Это те продукты, в которых содержатся витамины, которые выращены в экологически чистых местах, которым мы можем доверять, чтобы кормить себя и детей. Скажите, сами питайтесь правильно? По возможности стараемся, но бывает, как и всех, что какие-то продукты с годами вошли в наш рацион, которые не всегда полезны. И пицца, и картошка, и мясо, и рыба. Особенно мои продукты советуем. А вы чего считаете, что пицца, мясо – полезная еда? Да все, что вкусно, все полезно. Из чего должна состоять полезная еда? Естественно, фрукты, овощи, не жареная, запеченная. Тушеная. Как видим, у каждого человека свое представление о правильной пище, и такое многообразие мнений может существовать. Ведь любой продукт полезен, но есть нужно в меру и готовить правильно. Узнать о некоторых тонкостях приготовления пищи таким образом, чтобы сохранить все ее полезные свойства, нам удалось у настоящих профессионалов. Шеф-повар ресторана «Жуль Верн» Леонид Степкин раскрыл некоторые секреты приготовления стейка из говядины. Он запечатал в блюде не только его особый вкус и аромат, но и пользу. Верным помощником в этом непростом деле является не только опыт шеф-повара, но и специальная техника. Придать, грубо говоря, эффект природы, например, в ресторане. То есть вкус максимальный. То есть вкус специальной угли мы используем здесь. Вкус, например, и аромат дыма. То есть без горчинки, как положено. Грубо говоря, как на природе. Воссоздать эту красоту. При этом повара ресторана «Жуль Верн» большинство продуктов готовят по технологии «Сувид» – медленное приготовление при низкой температуре. Именно такой способ сохраняет все полезные свойства пищи. После этого все ингредиенты отправляются на угли и там доходят до готовности, сохраняя все питательные свойства. Во главу угла повара ресторана ставят пользу блюда и только затем вкусовые и визуальные параметры. За время работы в компании «Санта», то есть это последние 8 лет работы, и я понял то, что шеф-повар – это не тот человек, который просто готовит. А шеф-повар – это тот человек, который умеет просчитать, как это будет через какое-то время блюдо выглядеть, какой вкус у него, то есть чем оно сочетается. И, в общем, уместно-неуместно оно в этот сезон. Первоочередное тоже из задач шеф-повара – сделать полезное меню. Мы пытаемся сохранить максимальную пользу каждого продукта и дальше его делать правильную, например, тепловую обработку чего-то, правильно, если даже это приготовление десертов, то есть крем сделать настолько нежным, то есть как это должно быть, максимально учесть все технологические нюансы, например, температурные нюансы, сочетание его с продуктами, другими ингредиентами. Бесконечно смотреть можно на три вещи. Как горит огонь, течет вода и немножко перефразируем, как готовят вкусную еду шеф-повара. И если в их задачу входит придумать не только аппетитное, но и полезное блюдо, то в нашу этим наслаждаться. Ешьте вкусно и будьте здоровы!